Скандал на Явровском военном полигоне во Львовской области. Несколько солдат утверждают, их избил командир. Сам он отмалчивается, а вот его начальство поясняет, дескать, так лечили молодежь от наркозависимости. Все подробности узнавала Галина Якушко. Палками, книжками, прям по затылку бил. Молотками хотел пальцы поотбивать. Под повязкой у Дмитрия Петрова две резанные раны. У Анатолия Лизагуба и Анатолия Квитковского огромные гематомы на теле. Парни рассказывают, так их разукрасил командир извода Юрий Петришин. Вот такую форшку надели, на лобо. Взяли три книжки и два раза пили, потом сразу кровь, естественно, пошла. Это произошло в понедельник вечером на территории одной из воинских частей. Мужчины рассказывают, они вернулись из магазина, где покупали продукты. Командир пригласил их к себе в кабинет. Ветеранов АТО, которые проходили учения, в части шокировал вид избитых солдат. И они решили вынести ссоры из избы. Мы ждем там смену, нормальную смену. Они их тут калечат, да и все. Пообщаться с Юрием Петришиным нам не удалось. На телефонные звонки он не отвечает. Сегодня его отстранили от командования взводом и назначили служебную проверку. Своим коллегам Петришин ситуацию объяснил так. Дескать, солдаты были под действием наркотиков. Это неадекватная поведение, это характерный запах, не уверена ходу. Ну, обычные знаки спьянения, наркотичного, алкогольного. За межами наметного места было выявлено два пристроя для курения каннабиса. Был ли наркотик в крови у солдат, покажет медицинская экспертиза. Действительно ли Петришин побил троих военнослужащих, уже выясняют в прокуратуре. Там открыли уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. Незразумимо, это было в целом, Верховно. Если было выявлено такие факты, нужно было бы исследовать этих медпунктов, завести данных военнослужащих, установить, что они алкогольное спинение, наркотичное спинение. И дальше поведомить командование военнослужащих. Впрочем, в прокуратуре не исключают, солдаты могли оклеветать командира о побои и результат драки со служивцами. Из собственных источников нам удалось узнать, наркотики на Явровский полигон могли пронести контрактники. Одного из таких гилеров накануне вычислили и отстранили. Командиру Петришину, если его вину докажут, грозит до 10 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий. А пострадавшие солдаты все же намерены продолжать службу, но уже в другой воинской части. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область.